Девушки отдыхают А теперь наш вопрос, артистки. Ты на кого работаешь, Оля? И с мамой родной, которая в Москве живет, через перегляд зомбоящика сварится. Мне удивительно, что люди, у которых есть интернет, есть доступ к интернету, есть возможность видеть правду. Они не пользуются этой возможностью, пользуются зомбоящиком. А еще любителька покапкувати над российским стилем своими кокошниками, працюе вынятково на украинских каналах. Оля очень трудолюбивая, талантливая артистка, которая посвящает все свободное время, не жалеет сил, не жалеет эмоций. Тим больше, здавалося дивною поява білявки в Москве. Микрофончик, сценарий, снимальна группа. Ну точно не просто чаю с бубликами попити приїхала. Что вы здесь делаете? Остричный вопрос. Что вы здесь делаете? Микрофон. А что микрофон? Ой, не зручно, как вышло. Да, мы тут делаем кое-какую работу для себя, и поэтому пока здесь находимся. И что же за работа такая цикава? А это большой секрет. Ни, ну смешна ты, Олю. Хаба ж приховаешь что-то от шоумании. Конечно, наши журналісти провели свои расследования и дизналися. Полякова работает на российском каналу РУ-ТВ. Хотя руководство там тоже не пробилявку, но не сном, не духом. У нас есть информация, что у вас на канале сейчас запускается новый проект с ведущей Ольгой Поляковой. Это правда? Не знаю, если чё-то не могу сказать. Она сейчас снимает для вашего телеканала интервью на всех вечеринках. У меня нет информации. Как у вас нет? Вы же программный директор. Вы хотите сказать, что Ольга Полякова не работает у вас на канале? Это правда, что для нас. Таолы не пидосли, не все так и сдалы. Я знаю, что они сюда приезжают. Что-то тоже для РУ-ТВ. Точно не знаю. Но они пока снимают. То есть я не знаю, когда у нее там это вообще. Что это такое? То есть как бы больше похоже на какие-то интервьюшки, зарисовки. То есть вот. А что это в итоге будет, я думаю, что никто пока не знает. Вам говорили, что означает этот микрофон шоу? Да, шоу Оли Поляковой. Ось так. Вдающие себе простую девчину из села, Полякова дошкуляет московским зеркам. Тролям звезд московских только тихо. Они думают, что мы серьезно им вопросы задаем. Что правда, местная публика от этого не в захвате. А мы просто их не смотрим и не слушаем. Наверное, это неприятно кому-то. Я считаю, это неправильно. Нет, это не шутит, конечно. Это в любой стране было бы неправильно. Наши звезды поехали туда шутить на доукраинский. Это уже не хорошо. Відчув лихе и знаний майстер тролингу в Украине Олексій Дурнєв. Не вже надумала Полякова на его хліб зазихнути. А вы как журналист, совершенно об этом знают вся страна, не подготовились. Вы еще знаете, кто я? Может, вы скажете, это не на мое имя? Скажите, скажите, кто вы. Может, это не нахуй? Это нужно для того, чтобы как-то привлечь внимание к себе, потому что она долго-долго продвигала эту линию там Кокошников и Баянов, Медведей и Цыганами. А навык сейчас эта линия, я думаю, временно заморожена на несколько лет. Ей нужно срочно что-то новое. Вот я думаю, что вот это то, чем она решила заменить. Что правда, и сам Дурнюю оригинальностью не отзначился. Но тоже уже его стиль на письмошно и схожий. Слух ходит про тебя. Ходит слух, что ты стал плохо слышать. А у Толи доведется на отмину от своих попередников сутужно. Принаймні так, думает опитана нею Костюшкина Юля. Она вот, как бы, мы с ней вот на РУТВ, когда идут какие-то премии, то есть, да, были моменты, когда она подлетает, влетает, там, с тобой начинает общаться, ну, такая. Я говорю, Полякова, господи, как же тебе сложно, умная баба, играть такую тупейшую дуру? Она говорит, не говори, потому что, как бы, волю я знаю давно. И, конечно, знаю, что она совершенно не дура. Я, как бы, вижу, как ей сложно. Ну, как бы, жизнь театра, и все мы в ней актеры, поэтому приспосабливаешься. Але в своих планах підкорить Россию Полякова, схоже, сдаватися не збирается. А что, прозябать в бесславии, в необъективах? Конечно же, надо выходить на большой экран и снимать себя. Притом еще материалы тут для Оли в досталь. На самом деле, здесь совершенно не готовы ни к юмору, ни к троллингу, поэтому это и хорошо. Здесь непаханая целина, поэтому очень интересно. Ну, у всех шок, конечно. Оля, это ее перевоплощение в кокошник. Женщина в кокошник, это реально работает. Конечно, когда к тебе подлетает вот с такими вот глазами чувиха, начинает какие-то просто тупейшие вопросы. А что? Огол! У нее еще такая мимика классная просто. И у нее такие огромные просто глаза. Вот эта дура на голове, причем все время разная, да? И она еще высоченная. И когда к тебе вот такой столб в кокошники подлетает с круглыми глазами, начинает такую таку колесицу нести, я думаю, ну шок это как минимум у любого будет. Особенно, когда человек просто, не знаю, что за невменько вот реально. Тож, як тепер цю простушку загадково зрозуміти? Невже гонорари на РУ-ТВ виявилися вагомішими за патріотичні переконання, что она подалася на российские хлеби заради надважливої шпигунської місії и працює тепер під прикриттям у тилу ворога? Сама білявка наразі зашифрувалась и не виходить на зв'язок. Утім, мы на відповідь зачекаємо.